Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. Сегодня я буду готовить гуляш из свинины с подливкой. Для приготовления нам понадобится свинина 500 грамм, 2 луковицы, 2 столовые ложки муки, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 помидора, растительное масло, сливочное масло, сахар, паприка, соль, перец и зелень. Сначала займемся мясом. Полный кусок я не буду брать. Я беру где-то 500 грамм на это блюдо. Убираю лишний жир и нарезаю мясо на кубики. Для этого рецепта можно использовать говядину. Получается тоже очень вкусно. Но не забывайте, что говядина готовится намного дольше. Вот на такие кубики мы нарезаем мясо, затем нарезаем лук. Лук нарезаем мелко. Затем я нарезала помидоры. Вот уже все готово. Помидоры нарезаны, лук нарезан, мясо нарезано. Теперь нам надо обжарить мясо. Хорошо нагреваем сковороду и начинаем обжаривать мясо. Обжариваем на большом огне. Мясо должно зарумяниться. Когда лишняя вода испарилась и мясо обжарилось до золотистой корочки, можно добавлять лук. Добавляем лук и обжариваем мясо вместе с луком. На моем канале есть другие рецепты с мясом на обед, на ужин. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и точное количество ингредиентов. Хорошо все перемешиваем, солим. Вот мясо обжарилось. Добавляем к мясу кусок сливочного масла и 2 столовые ложки муки. Сливочное масло и мука нам нужны для того, чтобы получилась подливка. Перед тем, как добавить сливочное масло и муку, убавьте огонь до минимального. Затем хорошо все перемешиваем на маленьком огне. И добавляем паприку. Добавляем помидоры. Помидоры я предварительно очистила от кожуры. Некоторые готовят подливку в отдельной сковороде, а мясо в отдельной сковороде я готовлю все вместе. Если вы желаете, то можете приготовить отдельно. И затем налить подливку в мясо и еще немного потушить. К помидорам добавляем 3 столовые ложки томатной пасты. Если вы делали это блюдо без помидор, такое тоже бывает, что кончились помидоры, то добавьте побольше томатной пасты. И заливаем горячей кипяченой водой. Залить нужно воды примерно столько, чтобы она немного покрыла мясо. Добавляем столовую ложку сахара. Сахар придаст определенный вкус мясу. Паприку. Солим, перчим, хорошо перемешиваем. Время от времени нужно открывать крышку и перемешивать. Оставляем тушиться мясо где-то минут на 20 на маленьком огне. Подливка должна загустеть, но не должна быть слишком-слишком густой. Если недостаточно соли или перца, еще немножко добавляем по вкусу. Добавляем зелень. Свинина у меня готовилась 20 минут при закрытой крышке на маленьком огне. Вот такая красивая она у меня получилась. Подливка получилась очень-очень вкусная. Я попробовала. Вот вы видите консистенцию, я вам показываю. Такая должна консистенция получиться. К гарниру подойдут макароны, гречка, картофель. Блюдо получается очень вкусное. Отличный рецепт на обед или на ужин. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!